Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзора на машины не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про бизнес-седан. Эта машина вполне могла бы стать конкурентом Toyota Camry, но не стала. Не те тиражи. Автомобиль получился достаточно редким. Бестселлером на российском рынке эта машина так и не стала. Хотя на вторичке они все же представлены, причем как в леворульном, так и в праворульном варианте. В нашем сегодняшнем ролике мы пробежимся по этому автомобилю изнутри и снаружи, немножко затронем технику и попробуем понять, за что же все-таки народ любит эту машину. Встречайте, Honda Accord 9 поколение. Honda Accord 9 поколение в кузове CR поставлялся на разные рынки сбыта. Причем автомобили для разных рынков имели значительные отличия, в том числе и по агрегатной базе. Европейскому рынку кузов CR вообще не полагался. Машина изначально предназначалась для рынка США, где и продавалась с 2012 по 2017 годы. Праворульная японская версия продержалась на конвейере дольше всех, аж до 2020 года. Причем такие машины могли быть только в гибридном исполнении. Ну а для российского рынка эта модель поставлялась с 2012 по 2015 год. Что касается агрегатов, то основными бензиновыми моторами на Accord, на дорестайлинговых коях на вторичном рынке как раз большинство, будут бензиновые четверка и V-образная шестерка объемом 2,4 и 3,5 литра соответственно. Первый двигатель развивал в зависимости от версии 180-188 лошадиных сил. Ну а V-образная шестерка это уже налоговые 280. Коробки передач на девятых Accord могли быть как механическими для самых простых версий с двигателем 2,4, так собственно говоря и автоматическими. Как обычными гидромеханическими автоматами, так и вариаторами, если речь идет про рестайлинговые машины. Кстати, под капотом рестайлинговых Accord добавился и младший по объему двухлитровый двигатель на 156 лошадиных сил. Наш сегодняшний экземпляр это 2013 год с двигателем 2,4 литра на 180 лошадиных сил и автоматической коробкой передачи. Ориентированность этой модели на заокеанский рынок прежде всего выдают ее габаритные размеры. В девятом поколении Accord изрядно разросся. Длина этого автомобиля 4,89 м, ширина 1,85 м, высота 1,46 м. Колесная база при этом составляет 2,77 м, что очень и очень даже приличный показатель, сулящий достаточное количество места для ног задних пассажиров. Машина получилась, кстати говоря, не очень-то легкой. Снаряженная масса девятого Accord это около полутора тонн, но максимально разрешенная 1920 кг. Что касается качества красочного покрытия, а также толщины окраса, то, несмотря на то, что машина ориентировалась прежде всего на рынок США, окрашенные эти Accord достаточно стандартно для любого японского авто. Диапазон показаний толщиномера для родной краски будет 90-140 микрон. Как водится, обращайте внимание на равномерность разброса показаний по элементам. Если какой-то из кузовных элементов серьезно выбивается за эти цифры, скорее всего, речь идет о вторичном окрасе. Лакокрасочное покрытие, естественно, не бронированное, сколами и царапинами эти машины обрастают достаточно активно, особенно те из них, которые эксплуатируются по трассе, и сколы в данном случае лучше оперативно подлечивать. При осмотре подобного автомобиля с поправкой на то, что Honda Accord всегда была ориентирована прежде всего на относительно молодую и горячую водительскую аудиторию, обращайте внимание на то, чтобы машина не имела следов восстановления после каких-то глобальных ДТП. Ну а что касается коррозии, тут как у всех. Обязательно на смотр на подъемники, смотрите пороги, низы дверей, колесные арки. Несмотря на то, что эти автомобили производились только в кузове седан, тем не менее, обзор начнем с осмотра багажного отделения. Его объем по каталогу 495 литров. Много это или мало, посмотрим при помощи рулетки. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь в багажник 9-го Аккорда, это его относительно небольшая высота, которая составляет немногим более чем 47 сантиметров до плафона освещения. Что касается ширины проема, то в данном случае это порядка 100 сантиметров сверху и 92 в узкой части, хотя для седана эти замеры, в общем-то, вряд ли имеют какую-то практическую пользу. Ну, а ширина багажника по самой его широкой части это 140 сантиметров. Так что, если груз просто относительно длинный, но не очень широкий, вы вполне его здесь увезете. Кстати, багажник весьма глубокий. Длина багажного отделения по полу это чуть больше 110 сантиметров. Если же у вас вдруг возникла необходимость увезти на седание какой-то длинномерный груз, вы можете сложить спинку заднего сидения. Правда, груз в любом случае будет узким, но до передней панели у вас примерно 2,5 метра. Что касается организации пространства в багажнике, слева и справа по бокам у нас есть крючки, на которые можно подвесить, например, пакет с продуктами, чтобы он не болтался, не рассыпался по всему багажнику. Под фальшполом у нас имеется докатка, а также пенопластовая емкость, где складируется, собственно говоря, штатный инструмент. Более же никаких интересностей в багажнике Аккорда нет. Ну а теперь про салон девятого Аккорда и начнем, как обычно, с посадки за рулем. В нашем случае автомобиль имеет кожаный салон и электрические регулировки сидения. Причем диапазон этих регулировок весьма и весьма достаточный. Здесь можно регулировать, как, собственно говоря, само кресло в достаточно широких пределах. Причем вот в данном случае это максимально отодвинутое назад положение. И у меня практически выпрямлена в колени нога, стоящая на педали газа, а мой рост это 1,86 м. Здесь, в отличие от некоторых других моделей от прочих производителей, достаточно широкий диапазон регулировки рулевого колеса. Причем как по наклону, так и по вылету. Так что с подбором удобной посадки в Аккорде вряд ли у кого-то возникнут проблемы. Несмотря на наличие в автомобиле люка, запас пространства над головой здесь достаточно большой. Конечно, по меркам седанов. Нет здесь ощущения зажатости и по бокам. При этом как под левой, так и под правой рукой есть опора для локтей. Сам отделанный кожей руль небольшого диаметра весьма удобный. И удобно на нем располагаются клавиши управления. К системой круиз-контроля с правой стороны, бортового компьютера и управления подключенным по Bluetooth телефоном слева. Также есть возможность управления штатной мультимедийной системой на рулевом колесе. И подрулевые лепестки для смены передач в ручном режиме трансмиссии. Что касается эргономики и вообще кнопочек и панели приборов в целом, то первое на что обращаешь внимание, панель достаточно лаконичная и абсолютно не перегруженная кнопками. Все здесь под рукой и организовано достаточно логично. По большому счету все, что мы видим перед собой постоянно, это мультимедийная система и панель управления климат-контролем. Он здесь двузонный, клавиши тактильно различимы, все очень интуитивно понятно. Кстати, по хондовской традиции здесь есть подогрев боковых зеркал, которые включаются одновременно с подогревом заднего стекла, кнопка запуска остановки двигателя и небольшой блок клавиш слева. Клавиша включения-выключения экономичного режима работы автомобиля, омыватели, фар, парктроники и система стабилизации. Блок управления зеркалами, стеклоподъемниками и центральным замком на подлокотнике находится ровно там, где он и должен быть. Какого-либо неудобства пользования им в данном случае не замечено. Сама комбинация приборов, хоть и достаточно проста по дизайну, при этом эталонно читаема и особого упоминания здесь заслуживает, конечно, размер шкалы спидометра. Что касается разного рода мест хранения и так далее. На самом деле с поправкой на заокеанскую ориентацию этой машины изначально можно было ожидать гораздо большего количества подстаканников и разного рода ниш. Но нет. Бардачок в данном случае один-единственный. Он не очень объемный и не очень глубокий. Больше под документы. Есть два подстаканника, достаточно больших в центральной консоли. В центральном боксе, небольшом по объему, у нас присутствует дополнительная 12-вольтовая розетка, куда можно подключить, например, зарядку для телефона. Также есть USB-гнездо и выход для подключения AUX. В центральной панели посредине внизу у нас достаточно глубокий бардачок, куда можно положить разного рода мелочевку, а также прикуриватель и пепельница. Причем прикуриватель присутствует. Это не просто розетка. Также внизу дверных карт присутствуют относительно неглубокие, не сказать, чтобы особо вместительные карманы. Но и в завершении про обзорность. С обзорностью на девятом аккорде все в полном порядке. Зеркала здесь достаточно большие по площади и очень информативные. Несмотря на то, что при удобной настройке сидения линия передней панели достаточно высоко, тем не менее здесь нет ощущения нахождения в блиндаже. И стоит отметить еще один момент, который, возможно, будет полезен новичкам. Может быть, капот на девятом аккорде не относится к числу самых видимых из всех наличствующих на рынке моделей, но во всяком случае в этом поколении он больше не вводит водителя-новичка в заблуждение относительно габаритов автомобиля, как это было на аккорде восьмого поколения, где за видимой гранью капота было еще достаточно приличное расстояние до реального края машины. Да и передние стойки, несмотря на то, что они здесь широкие, это дань пассивной безопасности автомобиля, тем не менее не создают значительных мертвых зон при маневрировании. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством для задних пассажиров. Что касается заднего сидения девятого аккорда. Если, находясь спереди, мы говорили о том, что запас пространства над головой очень большой, то для задних пассажиров все уже не столь однозначно. Голова помещается, но можно сказать впритык, причем благодаря наличию на крыше выштамповки. Происходит это потому, что подушка заднего сидения здесь значительно выше, чем подушки сидений передних. На полу есть тоннель, но он не слишком мешает размещению среднего пассажира. Само сидение, скажем так, достаточно плоское по хондовским меркам, то есть оно хоть и отформовано под двух сидоков, но это скорее все же чисто визуальное оформление. В принципе, средний пассажир разместится здесь достаточно удобно. Возможности регулировать угол наклона спинки здесь нет. Единственное фиксированное положение то, которое сидение занимает сейчас. В центральной части у нас есть довольно-таки широкий подлокотник с подстаканниками. Прикрытыми крышечкой у пассажиров заднего ряда есть собственные дефлекторы вентиляции, которые можно открыть и закрыть, собственный плафон. И, кстати говоря, в нашей комплектации задние сидения оборудованы подогревом, клавиша управления которым расположена на подлокотниках. Также внизу задних дверей в дверной карте есть небольшой кармашек и пепельница. Общее ощущение от заднего сидения девятого аккорда, оно довольно удобное. И, в принципе, в дальнюю дорогу здесь отправляться можно. Ну а теперь вкратце про начинку подкапотного пространства. В основном на российской вторичке эти машины представлены с одним из двух вариантов двигателя. Самый распространенный мотор объемом 2,4 литра, который в зависимости от рынка сбыта мог выдавать как 180, так и 188 лошадиных сил. Этот мотор носит индекс К24W2. Двигатель сделан специально для Хонды Аккорд. Инженеры компании Хонда переработали здесь впуск и выпуск, а также перенастроили систему в ТЭК таким образом, чтобы сместить наибольшую эффективность работы агрегата в зону средних оборотов. То есть двигатель этот по характеру достаточно спокойный для гражданского использования. Здесь два верхних распредвала, и на данных двигателях используется непосредственный впрыск топлива. Соответственно, у вас есть ТНВД и форсунки высокого давления. В приводе ГРМ используется пластинчатая цепь Морзе, которая, как водится у Хонды, имеет свойство служить гораздо больше, чем 200 тысяч километров пробега. Но единичные случаи растяжения цепей у владельцев данных двигателей все же регистрировались. По всей видимости, подобное связано либо с неким заводским браком, либо, возможно, с использованием масел, неподобающей вязкости. Массового характера растяжения цепей, однако, на данных агрегатах не носят. Нет на этих двигателях и гидрокомпенсаторов зазоров, клапанов. Зазоры должны при необходимости регулироваться вручную. Интервал регулировки, по идее, это около 40-45 тысяч километров. При осмотре подобного автомобиля с таким двигателем в БУ виде, первое, на что надо обратить внимание, это отсутствие постороннего шума при работе и при запуске на холодную. Источником шума могут быть как неотрегулированные клапана, и в этом случае это, пожалуй, наименее затратный вариант, так и в более запущенных вариантах непосредственно фазорегулятор. Ну а в наиболее неприятных случаях источником шума может быть выпускной распредвал, замена которого удовольствие отнюдь не бюджетное. Также обязательно при осмотре убедитесь, что нет масляных подтеков на двигателе. Подтекая здесь может как непосредственно клапанная крышка, так, например, и сальники распредвалов. Поправкой на то, что большая часть подобных автомобилей уже давно имеет пробег приближающийся или превышающий 200 тысяч километров, контролировать мотор на предмет отсутствия масляных течей и запотеваний нужно в обязательном порядке. В остальном каких-то глобальных проблем по данному двигателю нет. Неровный холостой ход и плавающие обороты в данном случае чаще всего связаны с дроссельной заслонкой, которая очень чувствительна к загрязнению. Ну а повышенную вибрацию по кузову, как правило, обуславливает изношенные требующие замены подушки двигателя. Все было бы совсем безоблачно, если бы данные агрегаты не имели некоторой, пусть и скромной статистики по капитальному ремонту, связанному в том числе и с проворотом вкладышей. Практически во всех случаях вскрытие двигателя обнажает проблему тотальной зашлакованности агрегата, заставляя предположить, что владелец автомобиля откровенно забивал на замену масла. Либо используя полную некондицию, либо эти самые интервалы замены были чрезмерно длинными. Поэтому при осмотре подобной машины обязательно не поленитесь открутить маслозаливную горловину и хотя бы загляните внутрь. Чисто визуально оценить отсутствие или наличие и количество нагара внутри. Что касается динамических характеристик, младший двигатель 2,4 литра наделяет аккорд достаточно неплохой динамикой. С 0 до 100 эта машина с автоматической коробкой передач разгоняется за 10 секунд, что большинству обычных водителей будет более чем достаточно, как в городе, так и на трассе. Но если хочется автомобиль более динамичный, то тогда рекомендуем обратить внимание на аккорды с двигателем 3,5 литра. Причем такие машины у нас продавались в том числе и в рамках дилерских сетей. Под капотом подобных аккордов будет стоять двигатель с маркировкой J35Y. Это уже V-образная шестерка, которая выдает 280 лошадиных сил и 342 ньютона метра крутящего момента. Конструктивно V-образная шестерка даже проще 4-цилиндрового мотора. В ней всего по одному распредвалу на каждую голову. Обычный распределенный впрыск топлива, но при этом ременной привод газораспределительного механизма и ремень этот требует замены раз в 90 тысяч километров пробега. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов V-образная шестерка также лишена и также требует проверки зазоров и периодической регулировки. Так же как и Honda CrossTour или Pilot, аккорды на 3,5 моторе имеют систему отключения половины цилиндров VCM с течью прокладок этой самой системы и связана, пожалуй, основная болячка J35. При осмотре машины с двигателем 3,5 особенно важно послушать работу движка как на холодную, так и на горячую. Посторонний шум со стороны какой-либо из голов блока цилиндров может свидетельствовать об износе распредвала и устранение данной проблемы также может влететь в копеечку. Кроме того, при осмотре машины с двигателем 3,5 литра не поленитесь проверить двигатель на дымность, хотя бы просто разгазовав автомобиль. Двигатели не любят перегрева, вследствие которого вполне могут подзалечь колечки. Ну и рекомендация заглянуть в маслозаливную горловину на предмет наличия либо отсутствия нагара внутри также справедливо и для мотора 3,5. Больший расход топлива по сравнению с 2,4 в данном случае будет окупаться возросшей динамикой. С 0 до 100 км в час подобная машина разгоняется за 7,2 секунды, а максимальная скорость уже 230 км в час. Так что, если вы любите динамично ездить по трассе и вас не смущает соседство мощного двигателя и переднего привода, вы вполне можете сделать выбор в пользу машины со старшим агрегатом. Что касается коробок передач на этот автомобиль, в самых простых версиях устанавливались механические шестиступенчатые КПП. Автоматических коробок было две разновидности. Для 2,4 моторов ставился обычный пятиступенчатый автомат, достаточно изученный, надежный, с хорошим ресурсом за 250-300 тысяч километров пробега. Ну, а на версиях с V6 стояла шестиступенчатая своя коробка. Каких-либо вопросов по надежности автоматических трансмиссий на Аккорде на самом деле практически нет. Но никто не отменял необходимость при тест-драйве и осмотре понравившегося автомобиля обратить внимание на корректность работы трансмиссии. В исправном состоянии коробки Аккорда это очень скорострельные и при этом абсолютно адекватные агрегаты, которые работают ровно так, как того требует водитель. Коробка не должна тянуть, пинать и издавать посторонние шумы. Также можно справедливо утверждать, что подавляющее большинство проблем автоматических трансмиссий Аккорда начинается с нежелания владельца менять в назначенные интервалы рабочую жидкость и фильтрующие элементы. Именно с грязного масла начинаются проблемы с гидроблоком, который впоследствии обуславливает выход из строя непосредственно механической части самой коробки. То же самое касается и вариаторных трансмиссий на рестайлинговых автомобилях с двигателями 2,4 и 2 литра. По большему счету вопросов к надежности вариаторов на данных автомобилях также нет. Ну и прежде чем заглянуть на девятый аккорд снизу с подъемника поговорим о важном а именно о дорожном просвете. Дорожный просвет вашего седана такой же как на спортивном универсале Subaru LeVork но если говорить про парковку к поребрикам то здесь не все так печально поскольку расстояние до кромки переднего бампера от земли это порядка 17 сантиметров причем в данном случае он ровный так что подъезжать можно до касания брызговичками которые в данном случае резиновые но висят гораздо ниже. В задней части расстояние до самого порога здесь также не очень большое это 16 сантиметров у задней части кузова никаких изменений все те же 16 и задний бампер это порядка 23 сантиметров от земли правда банки глушителя висят ниже. Так что как водится для парковки к высокому бордюру подъезжайте задним ходом. Ну а теперь что касается ходовой части девятого аккорда в данном поколении компания хонда смогла нащупать достаточно хороший баланс между комфортом автомобиля и его управляемостью при этом кстати конструктивно передняя подвеска этого автомобиля стало проще чем была на предшественниках теперь здесь используется самый обычный макферсон по ресурсу компонентов касаемо таких вещей как ступичные подшипники шаровые либо сайлинблоки рычагов никаких нареканий нет ходовка у девятого аккорда достаточно выносливая если эта машина все же в основном эксплуатируется по асфальтовым дорогам а не по направлениям жить все здесь будет очень долго единственным основным и дорогим моментом на который стоит обращать внимание при осмотре подержанного экземпляра будет рулевая рейка ее в какой-то мере можно отнести к слабым местам данного автомобиля рейка в нашем случае электрическая но на предмет люфта и стука этот узел надо проверять обязательно во всяком случае это может быть хорошим поводом поторговаться с продавцом вторым и достаточно неприятным моментом с которым не все но некоторые владельцы аккордов в этом кузове сталкивались будет правый привод подобно тому как это происходит на хонде цивик восьмого и девятого поколения здесь на длинном приводе присутствует резиновый балансир и под этим балансиром вал привода имеет свойство корродировать поэтому некоторые из владельцев подобных автомобилей сталкивались с тем что при ударных нагрузках например при попытке резко стартануть с места на асфальте изъеденный коррозией вал банально ломался после чего машина соответственно становилась недвижимой и не во всех регионах нашей страны получится быстро найти например контрактный привод на довольно таки редкий автомобиль задняя подвеска аккорда как вы можете видеть многорычажная в данном случае большое количество сайлинг-блоков обуславливает и необходимость тщательной диагностики всего этого хозяйства при покупке бэушного экземпляра дабы купив автомобиль не заниматься заменой всех возможных резинок по задних ходов тем не менее в среднем по статистике все это дело выхаживает порядка 200 тысяч километров пробега единственным исключением из этого правила может стать задний стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае он достаточно тонкий сам по себе но при этом например замена тех же самых втулок или стоек абсолютно нетрудоемкая да и стоят эти компоненты недорого ну а теперь выводы под всем вышесказанным про данную модель девятый аккорд несмотря на свою относительно небольшую распространенность это довольно интересный автомобиль для тех кому нужен динамичный и хорошо управляющийся седан с хорошим оснащением это в меру комфортная и очень удобная для езды например по трассам машина будучи купленной в хорошем состоянии не будет разорительно для вас в плане затрат на ремонты причем несмотря на довольно таки сложную по конструктиву подвеску какой двигатель выбирать V6 или рядную четверку на 2,4 литра решать вам но в любом случае имейте ввиду диагностика двигателя перед покупкой просто необходимо ну а по коробкам передач причем не важно по механическим вариаторным либо классическим автоматам каких-либо вопросов к аккорду нет на этом наш обзор подошел к концу надеемся общее представление о том что такое 9 аккорд у вас теперь появилось если же у вас был подобный автомобиль и вы владели на протяжении долгого времени и проехали не одну сотню тысяч километров вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить укажите это в комментариях ведь людям которые задумались о покупке 9 аккорда для себя именно ваш комментарий может помочь принять правильное решение спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале пока